друзья привет сегодня у нас на обзоре аномальный автомобиль nissan el grand на 3 пятом моторе в комплектации хайвей старт и аномальность этой машины в двух моментах первое что эль гранды не покупают в россию их на дроме продается всего четыре штуки а toyota wallfire который стоит позади меня двадцатом кузове их что на дорогах что на дроме просто вот так вторая аномалия nissan el grand он на 3 пятом моторе 280 лошадей абсаль это стечение обстоятельств просто невообразимое менее одного процента вероятность покупки в россию этого автомобиля и вот оно случилось через нашу компанию в этом видео нам нужно разобраться все-таки это недооцененный автомобиль либо это побежденный автомобиль корпорации тойота друзья давайте начнем с визуала просто моя субъективная оценка внешность этих двух автомобилей все таки лево либо право ну конечно же эль гран потому что у нас здесь комплектация хайвей старт у нас здесь много хрома и хром такой притонированный это вот решеточка вообще все круто фара раздельно очень красиво смотрится также прошу обратить внимание что эти машины похожи передними фарами что но они как бы разделены на две и у волфаера наоборот более высокая часть фары она верху а нижняя полоска она внизу здесь все наоборот вот так же визуально сразу же бросается в глаза что капот у эль гранда он пониже волфаера повыше и мне нравится что вот это решение и мне нравится вот это решение единственное в эль гранде нет вот это вот позорного ухо которая вам показывает что у вас творится по вот этой стороне когда у там там чуть-чуть сдаете задом там выворачиваете так давайте пойдем дальше по визуал смотрите а кстати 3 5 версиях у них нету простых комплектаций которые просто выглядят простые визуально простые комплектации они есть а с моторами 2 и 5 там есть комплектации простенькие там как и xg в 3 5 моторах нету у тебя идет highway star у тебя идет райдер комплектация у тебя идет вип комплектация и они все вот такие ряженые сбоку вообще вопросов нету хромовая полосочка по дверям сверху по низу юбочка такая идет хромовая у волфайра просто хромовые ручки и хромовая полоса по низу то есть двери никак или японец заклеил пленкой посмотрел мой обзор на окраун и сделал то же самое да не на самом деле японцы не страдают такой штукой вот в общем здесь просто черная бочина полоска хромовая то есть смотрите вот эти хромовые полоски они перетекают и огибают вообще весь автомобиль очень круто смотрится я не знаю возможно кто-то из вас да я уверен конечно у нас же автомобильные каналы я думаю вы все принципе знакомые с модельным рядом японских автомобилей и эльгрант по моему мнению очень похож на honda элизион это тоже такой минивэн который ушел в прошлое к сожалению непонятно почему почему-то большие минивэны от honda элизио они не пошли вот степ веган фрит вот это вот зашло почему-то рынку а их большой элизио очень комфортный просто супер там тоже большие объемистые моторы не зашел внешность особенно сзади это прям вот это honda элизио и обратите внимание по сравнению сразу с волфаером что волфаер вот он просто вот коробка вот такая вот а у эль гранда у него получается сама кузовщина она пошире а вот здесь стекла идет сужение крыши выглядит просто не знаю очень симпатично очень но это конечно же забирает объем салона за внешность за внешность я отдам все свои баллы эль гранду но если бы у нас параллельно стоял волфаер 30 то конечно конкурировать эль гранду с волфаером 30 вообще он бы не смог бы потому что что они сделали с визуалом в 30 кузове это просто космос отдел дизайна я не знаю получил наверно сверх премии за то что эта машина стала вообще на у на я не знаю насколько уровне выше по визуалу но в этом сравнении друзья что по цифрам длина кузова смотрите у эль гранда она 4 метра 97 сантиметров три сантиметра не дотяну до 5 метрового люксового минивэна у волфаера на 10 сантиметров меньше 4 метра 87 сантиметров я даже не предполагал я думал это просто эти машины они больше чем эль гранды но нет по длине эль гранд выигрывает ваша цель катать пассажиров и чтобы им было комфортно эти 10 сантиметров ой как влияют в расстоянии между рядами и пассажирам будет комфортнее поэтому если вы берете катать пассажиров эта машина выигрывает в своей длине если все-таки вам нужно много передвигаться много где там останавливаться кого-то там что-то парковаться забирать там коробки какие-то загрузить там что-то перевести вот этот вариант вам будет удобнее следующий цифровой параметр это у нас ширина и эль гранд у нас будет пошире метр восемьдесят пять против метр восемьдесят три два сантиметра возможно это из-за вот этого уширения который идет вдоль кузова высота кузова и вот здесь эль гранд все-таки в цифрах уступает метр восемьдесят один я метр восемьдесят пять если что то есть я могу посмотреть не пролетел ли голубь на нашей черной машиной все нормально и пролетел а вот у этого автомобиля уже не могу потому что он метр девяносто а я метр восемьдесят пять и я уже не вижу следов голубей придется еще кататься с пятнами ну в общем что примерно габариты одинаково все равно там два сантиметра там десять сантиметров длину примерно они одинаково потому что это флагманы от тойота и от nissan в принципе вы скажете да ничего нормального 3.5 мотор все альфарды у официалов продаются на 3.5 моторе тоже 280 лошадей на передний привод а у нас nissan эльград пне 52 это 3 5 мотор на 280 лошадей вариатор полный привод который подключаемый и есть дефлок а а вот тебе тойота а подды ну что ребят я думаю это очень интересная версия эль гранда потому что 2 и 5 мотор ну вот для такого большого минивена у которого много кожи он тяжелый хочется ездить с комфортом вот поэтому альфарды в россии не поставляются с просто 2 и 5 но про гибридной установки мое мнение остается такое просто в россии нет инфраструктуры их чинить поэтому тойота не везет сюда все свои гибридные модели потому что нету инфраструктуры везут самые популярные автомобили это prius и rx и альфарды они были на 3 5 моторе не так и останутся никакой гибрид до нас не доедет вот и поэтому 2 и 5 мотор в россию они не будут просто поставлять слабо и вот для такого большого минивена я думаю это самый удачный мотор веку 35 280 лошадей налог вы сразу же будете писать да вы что там налог 42 тысячи я уже посчитал шестнадцатый год 208 лошадей клиренс также относится к технической части 150 миллиметров это выше чем на моем крауни но обвесик лучше к бордюрам не подъезжать вариатор честно говоря я когда увидел что мы купили этот автомобиль и я думал что здесь будет стоять какой-нибудь семиступенчатый ну ладно шести ступенчатый автомат семиступенчатый восьми ступенчатый автомат они есть у японцев на допустим тех же самых краунах но нет здесь вариатор и я думаю здесь вариатор стоит такой же как стоит на мурана на инфинти куэк 60 на тяне на пасть фандере там стоит тот же самый мотор в ку 35 на 280 лошадей и я думаю там тот же самый вариатор но единственная нету информации этих машин нету в россии нету информации что тут за вариатор действительно он тот ли самый который стоит на тянах и на вот этих всех моделях ребят если вы как-то связаны с nissan а если у вас есть возможность по внутренним каталогом как-то посмотреть пожалуйста напишите внизу комментарии это будет очень интересно потому что к сожалению мы не нашли информатор очень интересно те же самые вариаторы которые ставятся на все модели на дилерский на левый руль либо подель грант под царский правый руль здесь собирает допустим тот же самый завод джатка где-то конкретно под японский рынок это очень будет интересно открывая капот вэлфайра сразу вопрос зачем столько воздуха туда можно голову засунуть зачем делать такое но я понял это дизайн это дизайн ну что анх 25 это не гибридный вэлфайр здесь два аз сто семьдесят лошадей полный привод потому что 25 кузов 20 это передний привод вариатор не планетар как а в гибриде кстати он поедет в ванина это почти моя родина мой город советская гавань находится в 35 километрах от ванина это портовый город поэтому это можно сказать маленький владивосток вот гибрид сервиса там нету и с гибридами реально я вот даже не знаю ну вот там наверно будет проблема ну там даже проверить батареи там нужно ездить хабаровс когда ты поехал в хабаровс там все очень часто есть хабаровс по делам каким-то и только там ты можешь проверить батареи там что-то сделать но поменять масло фильтра какие-то это все будет без проблем если бы он был бы гибридный но ему будет намного проще его обслуживать в ванина потому что он обычный бензиновый на старом добром 2 аз здесь на ста пяти тысячах сто тридцати пяти километров была замена масла просим приехать на сто десятой тысячи сто тридцать пятом километре каждые пять тысяч меняют японцы масло поэтому машины доезжать вот в таком состоянии когда вы садитесь в альгранда в три пятую версию так как они все непростые это хайвейстары випы и комплектации райдер салоны темные здесь темный пластик который сделан под дерево и кстати мне вот это дерево нравится то что оно такое темно как-то в серое уходит а не в прям вот деревянные красные рыжие тона честно говоря вот честно говоря идет стиль вот это вот закругление всего то есть это можно встретить в экстрейлах это можно встретить в нотах в сиренах вот эти вот закругления все вот так вот нету каких-то вот таких вот резких углов старый селектор старая печка старый аптитрон спидометр тахометра все датчики это все старенькая у нас компьютер цветной мне очень нравится тут есть разные настройки ну и как обычный классический компьютер у нас здесь есть расход я не знаю корректно либо нет уже так как эта машина была в порту она там просто стояла там с порта доехал до стоянки там короткие отрезки вот потом мы здесь еще катались там бывает быстро и медленно но не суть компьютер показывает нам 7.7 километров на литре давайте переведем на сотню то есть мы со 100 делим на 7.7 равно 12 13 литров на сотню я думаю это все таки немного некорректной цифры я думаю они будут в районе 10 11 литров по городу потому что эта машина на низах она очень неприемистая и ты при всем желании ты в низах не тратишь много бензина у тойота кстати по другому чуть настроен компьютер и я прямо сразу чувствую компьютер в плане подачи топлива в мотор вот в общем магнитола у нас залоченная нету флешки еще она придет попозже но я вижу что она хорошо отрисована вот в общем за компьютеры ставлю окей за мультимедиа ставлю окей вот послушать бы музыку что они вот тут музыку поставили потому что в альфарде вообще не было вопросов ребят кстати не первый раз замечаю то что большинство в принципе всех черных машин мой краун вот эти два автомобиля не только приехали с японии и они полированные то есть я вижу тут следы полирольки велфайр послаб же за полиролин эльгрант ну получше тут не видно полиролин но машины подготавливают к продаже ну приятно на самом деле получить и видно что ну не глубокая полировка то есть тут пол половину слоя лака не съедают двери электрические обе все с кнопки водитель может открывать закрывать знаете что я вам хочу сказать у нас здесь версия без продувов без подогревов задних пассажиров но они есть знаете что я вам скажу что в эльгранде сидение мягче чем в тойоте в элфайре и альфарде водительский пассажирская передняя вот просто мягче сидушка я вот прям чуть-чуть провалился вот по ширине по ширине так как у нас здесь капитанские сидения вот но ровно под мою спину то есть и в принципе если люди более габаритные ну на самом деле уже здесь как бы уже возможно вот эти штуки не получится подлокотники откинуть вот все черное ворс весь черный все панели черные кроме потолка так смотрите шторки даже есть у третьего ряда на собачники на вот эти маленькие форточки даже и вот есть шторочки ну что есть ниши куда можно что-то положить по два подстаканника у нас есть подлокотник то есть если ну в принципе в принципе вот сейчас вот это вот седуля отодвинута максимум назад ну смотрите я метр восемьдесят пять но я упираюсь коленями но как бы не поджимаю так ноги ну нормально человек с деревни дорвался до электронных дверей так ну что багажника у нас нету ну как можно положить немножко чемодан уже большой не влезет есть большая большая ниша опа 100 йен а это знаете ли можно напиток да антокси купить водичку взять здесь я ставим на счастье так ну что как у нас убирая а здесь смотрите можно сзади да прям пододвинуть вот эти диваны у нас становится место почти в два раза больше но не знаю мне не очень нравится честно говоря мне нравится когда он подвешен боковым частям всех превзошел кто хонда одиссея у него сиденья прячутся вот сюда то есть когда тебе нужно его достать ты открываешь там нишу эти сиденья ты достаешь третий ряд если они тебе не нужны ты складываешь они у тебя уходят в можно сказать в нижнюю часть багажника и все и у тебя вот представьте вот этот ряд выдрать и все это вот багажник одиссея вот садишься тебя сразу же встречает жесткая седуля ну прям садишься реально на табурет а туда прям проваливаешься ребят но знаете здесь салон более бедный я вам сразу это скажу но у нас там старшая комплектация у нас там шестнадцатый год как-никак а это все таки двадцатый кузов это тринадцатый год то есть по хорошему эльгранда нужно сравнивать с тридцатым волфаером и вот тогда вот это будет такая конкуренция прям вот и я думаю волфаер бы выше все под рукой селектор который выглядит более современно и вообще красивее чем даже в эльгране пятьдесят втором тоже много подстаканников большие бардачки в общем минивэн он что в ниссане минивэн что в тойоте минивэн но здесь можно спрятать очки так друзья волфаер у нас восьмиместный то есть диван шестьдесят на сорок не капитанские а что я бы выбрал я бы выбрал бы наверное вот такое решение потому что если вы едете допустим в пятером то здесь вполне достаточно места вполне достаточно места сидеть втроем машина широкая и вы едете компания пять человек общаетесь там смеетесь разговаривать вот и никого не надо садить на третий ряд а третий ряд вот у нас сейчас он сложенный представим что мы едем куда-то у нас там лежат наши палатки удочки какие-то чемоданы может мы в какой-то trip едем вот поэтому и семьи выбирают именно восьмиместные версии это просто удобнее но они считаются более младшими и к сожалению восьмиместной комплектации с полным диваном второй ряд нету кожаных версий нету никакой электроники нету ни подогрев не продув к сожалению японцы все-таки делают ориентир этих больших минивэнов на бизнес а не на семье как эльгрант едет по трассе но он очень мягкий из-за этого вот сейчас предыдущий был отрезок он прям такой знаете состоит из таких бугристости ну в принципе нормальная российская трасса вот если не брать там какие-то федералки в районе москвы питера вот и вообще вот так колбасило мотор вывозит конечно то есть когда ты едешь да у тебя там 120 130 140 мотор конечно тяговитый вот какие-то фуры вы на трассе вообще можете делать такие маневры но вот даже вот попрыгать вот так вот некомфортно абсолютно то есть он такой туповатый в этом но эта машина не для того создана прыгать по трассе на скоростях мне не нравится как он держится то есть я человек который на волфайре двадцатом у нас видео внизу кстати ссылочка я с моря ехал с три озера до Владивостока я там положил стрелу вот и эта машина прям себя нормально чувствует он пожестче я согласен он пожестче но скоростя тебе доступны далеко за 120 на двадцатом волфайре ну и соответственно это альфар двадцатый так же потому что у них одна техническая база в общем смотрите все здесь по по целям которые стоят у водителя если он ездит по трассе если вам нужно ездить быстро между городами жертвуя немножечко комфортом по ходовой части вам нужно взять это Toyota если вы хотите максимальную мягкость если вы хотите там 100-120 ехать там ваши дорогие близкие сидят кайфуют без всяких прыжков без каких-то вот этих вот скоростей там 140 вам тогда эльграда вот логика простая Nissan это комфорт Toyota это баланс между скоростью устойчивостью ну и за это вы платите немножечко жестковатой подвеской в общем чуть более 8 секунд но выпал снежочек вот и все-таки чуть-чуть сырость есть на колесах он просто шлифанул хотя у нас включено ВД вот он нашлифанул и мы поехали чуть-чуть с пробуксовкой ну секунда потеряна где-то он по-любому выезжает из 8 то есть где-то 7 с копейками я вот ставлю на секунду не совсем корректный замер но это быстрая машина друзья цены давайте начнем все-таки с более дешевого варианта это Toyota Wallfire ANH 25 полный привод стоил 170 лошадей 2AZ эти автомобили можно купить в районе полутора миллионов конкретно этот экземпляр стоит миллион шестьсот из-за повышения утилизационного сбора раньше эти автомобили можно было привозить где-то миллион двести миллион двести даже я помню цены миллион двести пятьдесят миллион триста миллион четыреста за полтора можно было купить вот такого Wallfire либо Alpharda сейчас извините тряпка и цена полтора вот так за полтора сейчас можно купить в очень хорошем состоянии какие-то минивены там степ веган в кузовах РП можно купить Vox, Noh, 80 ZS, керамики у вас комплектация будет но это все равно это более младшие минивены если у вас есть полтора миллиона вы хотите ездить в комфорте вы хотите катать семью в большом комфортном минивене присмотритесь обязательно к Wallfire и к Альфардам тридцатые Wallfire которые просто вообще совершенно другие автомобили сейчас цен начинается от миллиона девятиста поэтому если у вас есть бюджет на двадцатого Wallfire и есть еще запас все-таки посчитайте, подумайте и возможно может быть тридцаточку прикупите потому что тридцатка более актуальнее и народ просто сходит с ума по внешности по салону по техническому решению тридцатых кузовов 2.5 и 2АР на 151 лошадь плюс гибридная установка ИВД не через кардан а сзади электронный мотор крутит заднюю ось цены на Эль Гранде более младшей версии на 2.5 моторе полный привод передний привод можно взять за миллион четыреста пятьдесят полный привод стоит в районе миллион шестьсот это я вам говорю за пятьдесят второй кузов это пятнадцатый шестнадцатый год цены в принципе нормальный потому что грубо говоря как я сказал сейчас тридцатый кузов стоит по два миллиона а здесь мы там в районе полутора миллиона шестиста мы купим вот такой минивэн 2.5 простом бензиновом моторе конкретно этот экземпляр стоит миллион девятьсот на данный момент ближе к двадцатому году по непонятной аномалии мы купили самого дешевого хайвейстара в пятьдесят втором кузове потому что они сейчас они стоят от двух миллионов мы купили на сотню дешевле ребят что делать если у вас есть миллион девятьсот два миллиона купить либо вот такой Эль Гранд выделяться из толпы и выделяться из вообще в принципе любителей минивэнов в которые все поголовно выбирают Альфард и Валфайр и это аномалия я не знаю чем руководствовался человек когда это делал но он купил классный минивэн на 3.5 в ЭКУ 35 моторе 286 полный привод даже с дифлоком с классным салоном это всегда будет стоить дорого комфортные минивэны они стоят дорого как в Японии плюс еще пошло и они выходят дорого здесь в России но когда ты покупаешь эту машину когда ты катаешь своих сотрудников когда ты катаешь свою семью на этих машинах все кайфуют вы за рулем и ваши пассажиры друзья напишите внизу в комментариях ваше мнение правильно ли сделать человек то что он выбрал Ниссан Эль Гранд на 3.5 моторе это не очевидная покупка это аномалия правильно ли он сделал я ни в коем случае не говорю что он как-то поступил ошибочно что он купил непопулярный автомобиль ему будет сложно его продавать я так не думаю это хорошая машина мне понравилась я оглядываюсь и на меня смотрит очень красивый очень технологичный очень комфортный внутри минивэм Ниссан Эль Гранд флагман от Ниссана обязательно напишите внизу комментарии и про налог напишите и про то как он едет я вам показал и меня немножечко расстроило конечно то что он на низах не едет но я знаю это сделано в угоду комфорту если бы он дергался в начале но вы представьте у вас полный салон и вы на вот этом дуровом моторе 280 лошадей вы бы дергались и дергали бы своих пассажиров ну фигня получилась бы правильно поэтому я знаю до чего они это сделают но как только начинается середина и верха ух начинается друзья жду ваши комментарии внизу также напишите что японцы куда они дальше пойдут в минивэнах они будут еще наворачивать опции еще что-то там я не знаю ночное видение какие-то лазерные фары делать в этих минивэнах либо они остановятся и наоборот пойдут в удешевение этих минивэнов не знаю что будет напишите внизу друзья с вас лайк подписка на канал пока Компания Сфера Кар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии Компания Сфера Кар Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля доброго areth неприятно сыном 板